МАГОМЕД МАХАТИЛОВ МАГОМЕД МАХАТИЛОВ 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 палаты, да и других смежных служб, собирались группами в разных, как говорится, секциях, обсуждали проблемы, то, в принципе, они в большинстве своем схожи в муниципалитетах, в масштабе разные просто. Поэтому для Махачкалы это было важно. У нас так получилось совпадение буквально перед этим днем, 13-го числа, вот с участием всех задействованных служб у нас в Махачкале глава города проводил совещание именно в этом направлении. Вот в направлении пополнения доходной части бюджета мы их по Махачкале группировали как бы в три блока. Это мероприятие, направленное на легализацию деятельности субъектов предпринимательства. Второе направление, это направление, связанное с актуализацией земель и объектов капитального строительства, последующей передачей, включением налоговлагаемую базу. И третье направление, это уже исходящее из результатов первых двух, это уже начисленная сумма налога, уже мероприятие, направленное по обеспечению поступления этих платежей. Вот буквально в детальной форме рабочей встречи с участием всех служб, мы эти мероприятия обсуждали, поэтому как раз-таки на совещании, на семинаре-совещании уже 14-го числа нам было это, мы были в большом составе как раз-таки и город, администрация, экономический блок, и внутригородские районы с главами составляли большую делегацию. Это было на самом деле, там обсуждали дорожную карту, сформировали дорожную карту, в том числе с учетом обсуждения тех подходов, тех, мы обозначили там проблемы, потом видение решения этих проблем, таким образом, какими силами. Говоря о работе, сам ранг мероприятия подчеркивал то, что там приняли участие и глава республики Владимир Васильев, и это правительство, Артем Сдунов, руководитель администрации правительства Владимир Иванов, плюс ко всем тем федеральным и другим центру, которые присутствовали там. И вот вы говорили о дорожной карте, ведь изначально было заявлено, что дорожная карта это мобилизация всех сил для сбора по шестесным налогам, это самые такие основные налоги. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, как шла работа в секциях, именно в группах, потому что она была очень интересна, там кроме муниципалитетов, там были и налоговики, там были представители исполнительных органов, и даже, если не ошибаюсь, победители конкурса Мой Дагестан. Да, у нас по нашей секции у нас получилось, правда, как говорится, мы были объединены чисто Махачкала с внутригородским районами Махачкала, у нас проблема, как говорится, делиться опытом нам с другими муниципалитетами не приходилось, мы, как говорится, наши же проблемы, вот и самые, как говорится, работали. Основной, что я там, ну, как бы, эффект или там, в принципе, это дорожная карта, мероприятия, они давно намечены, мы в этом направлении работаем, у нас, как бы, недоработка основная возникает вот в эффективности взаимодействия тех органов, которые должны быть подключены к и пополнению базы, и потом, в последующем, их обеспечение сбора, фактически их поступление в бюджет. Поэтому вопрос, там участвовали все, на самом деле, вот, и инспекции труда, подчасти там, у нас большое количество работников находится в тени еще без оформления с работодателями трудовых отношений, где у нас большие резервы есть, работа предстоит. Вот, участковые полномочения полиции, которые там контролируют на своей, говорится, закрепленной территории осуществление легальности деятельности, то есть обеспечение регистрации предпринимателей в качестве или индивидуального предпринимателя или юридического лица. Вот, и другие фискальные органы, которые, вот, и службы судебных приставов и так далее, которые должны обеспечивать уже принудительном порядке вот взыскание платежей, то есть, вот, находясь в месте, вот, намечая вот мероприятия по взаимодействию, повышение эффективности взаимодействия, совместных работ, это было там, на мой взгляд, наиболее вот важно. Развучала интересная фраза, уже когда выступал вице-премьер, кандидат Гусейнов, о планах вхождения в республику, в республики в двадцатку регионов, имеющих наибольшие собственные доходы, да, и обосновывался тем, что именно прошлый год оказался очень удачным, как было сказано, по сбору налогов. Фактически, их количество выросло на 20%, составило около 40 миллиардов, если не ошибаюсь. Это достаточно большая цифра и позволяет определенными уже оперировать средствами в необходимых направлениях. Вот уже было сказано, что в шесть раз увеличились реферансирования различных инфекционных программ, это касается строительства школ, это и обеспечение больниц. Мы все знаем, что Махачкала, она, это львиная доля, значит, именно этого всего составляющего, то есть и по составляющим и по больницам, и по школам, и по количеству различных учреждений, как столица она определяет. И вот расскажите, пожалуйста, вот в данном направлении, каким, по каким налогам удалось вот именно городу вот за этот год сделать рывок. Ясно, что рывок был сделан по некоторым направлениям, ну, указывалось и земельные налоги, указывались НДФЛ и ряд других налогов, вот об этом расскажите поподробнее. Скажу, что Махачкала, бюджет Махачкала за последние три года, с 2015 по 2018 год, я проанализировал, вот собственные доходы махачкалинского бюджета увеличили на 63% за три года. Вот мы, это каким образом это все происходило, в результате чего? Вот более 40 тысяч выявлено и оформлено трудовых отношений по информальной занятости. То есть они стали платить налоги в виде подоходного налога, ну и не говоря о страховые фонды. Вот более 33 тысяч земельных участков актуализировано и занесено в налоговлагаемую базу программу АЭС-налог-3. Соответственно, они стали базой, на них начисление. Даже еще больше, порядка 40 тысяч объектов капитального строительства занесены в базу как объект налоговложения. Но при этом необходимо отметить, что большая еще часть и земли, и объектов капитального строительства находятся вне оборота налоговложения. Вот если так взять просто для статистики пару цифр, у нас сегодня в Махачкале на кадастровом учете состоят 122 тысяч земельных участков, а из них фактическим платильщикам налога является 82 тысяч. Такая же пропорция по объектам капитального строительства. Поэтому вот кроме увеличения сборов доходов за последние годы, начисленная сумма налога на эти два источника, это земля и имущество, физических лиц, это местные налоги, у нас если в 2015 году начисленная сумма задолженность по этим налогам в бюджет города, если составляла 377 миллионов, то на начало текущего года эта сумма составляла порядка полтора миллиарда. То есть кроме параллельного увеличения поступления доходов, то что я говорил, 63%, более четырех раз увеличилась начисленная сумма, которая еще не взискана. То есть это тоже база. Поэтому то, что первым примером обозначало, что у нас есть реальная возможность увеличения кратно доходной части бюджета, это имеет место быть на самом деле. То есть это не что-то такое трудостяжимое, это реально что-то, что можно остязать. По крайней мере по местным доходам, которые я говорил, по налогу на имущество, по налогу на землю, это объективно. Там разлучало несколько таких примеров, в частности то, что в публике имеется 45 розничных рынков, у которых работало около более 10 тысяч работников. Кстати, Махачкала, понятно, что большая часть рынков у нас традиционно расположена в Хасавюрте, но Махачкала тоже не отстает. Вот в этом направлении ведется работа? Да, конечно, в Махачкале сегодня 13 рынков по реестру. Правда, вот у некоторых из них уже и разрешение окончили сроки, есть некоторые, которые перешли из статуса розничных рынков в статус торговых домов, там к ним другие требования. На этих рынках в Махачкале работают, осуществляют свою деятельность порядка 6 тысяч человек. Из них, конечно, там из них процентов 25 на налоговом учете не состоят. По крайней мере, на рынке Дагпотребсоюза, так называемый второй рынок, там эти торговцы, которые осуществляют продажу сельхозпродукции, в большинстве они имеют справки о том, что продукция произведена ими самыми, то есть выращена у себя, под собственным хозяйством и так далее, они не обязаны статус налоговый учет. Но их там не так много. А вот взять так называемый восточный рынок, рынок Дагпотребска, там в большинстве на учете состоят. И мы анализируем там относительно, ну, по крайней мере, самые управляющие компании рынками там, если взять. В прошлом году оплатили порядка 40-45 миллионов рублей в упрощенной системе налоговлажения, на нем находится. Другой момент, который тоже отмечался, ну, уже достаточно давно мы об этом слышим, и на самом деле это факт имеет место быть, это ситуация с АЗС. Обозначена цифра, что мы практически, поступает в республику около 1 миллиона тонн ГСМ, а налогам вылагается максимум 10-50 тысяч. То есть там три четверти уходят вне, то есть уходят в тень. Вот как с этим делом ведется в городе? По заправочным станциям как раз-таки Каджи Магомед Гаджбутаевич, первый зампредседателя правительства, он возглавил в прошлом году рабочую группу по деятельности автозаправочных станций по Махачкале. Вот, я тоже входил в эту группу. В общем, в Махачкале числится 131 заправочная станция. Ну, где-то порядка 15-20 заправок там не осуществляет деятельность. Кто-то закрылся, кто-то там временно закрылся на ремонтах и так далее. Мы проинвентаризировали все заправки. Вот. И в результате вот мы достигли того, что вот количество оформленных работников на этих заправках утроилось. Утроилось. Вот, сумма налогов, которые они уплатили, вот, в итоге этой работы, вот, ГТС в 3,3 раза увеличилась. В 3,3 раза, да. При том, что вот столько еще находится и в тени. То, что сам оборот продажи вот горючих смазочных материалов, вот, конечно, определенно они легализовались по итогам этой деятельности. И после этого, там, по опыту Махачкалы, и, как бы, он же и собирал главу придорожных вдоль трассы, которые проходят в муниципалитет, вот, там заправки есть, чтобы проинвентаризировать аналогичную работу, как в Махачкале. Вот. Ну, на самом деле, там по итогам этой работы, по анализам, по данным, представленным и налоговым органам, и транспортным компаниям, и железной дорогой, действительно, большая часть ГСМ у нас реализуется еще нелегально. Конечно, работа в этом еще и предстоит, и с учетом совместные с правоохранительными органами, налоговыми службами, мы заинтересованная сторона. Ну, уже было сказано, что мы повысили собранность налогов. По сравнению с прошлым годом, это на 6,5 миллиардов, достаточно большая цифра, и отмечено, что во многом этому поспособствовало внедрение единого дня уплат налогов. Это работа, которая проводится во всем муниципалитетам. В Махачкале тоже к этому особое внимание, мы наблюдали, как это все проводится. Вот, что дало, что дала эта инициатива именно республике и Махачкале в частности? Да, в прошлом году, осенью, в конце года, на самом деле, в Махачкале, может быть, и других муниципалитетов, но, по крайней мере, в Махачкале, вот, несколько дней проводили день единого плати налогов. И мы в администрациях районов, в администрациях сел, поселков, в администрации города, учреждениях городских, мы организовывали там пункты с участием налоговых органов и программы. По любому, он мог приходить, увидеть свои долги. Вот, были разные баннеры, разъяснениями, там, для налогоплательщиков. Там было, и не столько там, в этот один день собрать массу налогов, а сколько вот людей побуждать, призывать, призывать, уплатить налогу, дать разъяснение. На самом деле, было, вот, столько было желающих, даже там образовалось в одно время, там, слишком много народу доступ, даже вот, компьютер узнавать о состоянии наличия задолженности по имущественным налогам у людей. Да, вот, такая заинтересованность людей была реальная. Вот, и это побудило, и там, как раз-таки, на прошедшем семинаре совещания тоже озвучивало, что в этом году, ну, хотя бы раз в месяц, по крайней мере, не реже, практиковать эту практику, потому что оно дает эффект. Ну, скажу, что в прошлом году мы там, сумма, если я не ошибаюсь, порядка 13-14 миллионов рублей мы за эти дни единой выплаты собрали, но я лично выплатил. Он проинтеризировал, увидел сумму задолженности, там небольшая сумма была, но оказалось. Но это инициатива, которую, допустим, вот, мы часто киваем по плане налогов. Конечно, общий мировой, скажем так, лидер – это Америка, да? Она задает темп, для нее налоговая система, налоговая служба – это основная такая, священная корова американской экономики, американской системы, экономической системы. И там единый имплата налогов в них обязателен. Это тот день, когда вот все предприниматели и все люди нервничают и на самом деле, значит, определенные испытывают затруднения. Говоря о нашей теме по семинар-совещанию, очень интересную фразу сказал премьер-министр, когда говорил о сути работы, о сути этого мероприятия, о том, что надо научиться работать как одна команда. Это мы часто слышим, эта фраза достаточно популярна, но к этому делается оговорка некоторая, чтобы как одна команда работали и муниципалитеты, и различные структуры, которые работают в этом же направлении. Не зря были созданы эти рабочие группы, которые, в принципе, должны были в таком тестовом режиме показать, как можно согласовывать работу, как можно работать в одном направлении для достижения единой цели, которая необходима республике. Расскажите, вот, ну, завершая беседу, мы уже завершаем наш разговор, вот, итоги, что это, на ваш взгляд, даст муниципалитетам, вот, именно по подобной инициативе и подобное семинар-совещание? Ну, как я говорил, вот, по итогам обсуждения были выработаны единые подходы, вот, в эту дорожную карту, ну, макет у нас, в принципе, он раньше тоже у нас дорожная карта была, вот, согласно которой межведомственные комиссии, при районных администрациях, при администрации города функционирует. Они, так, в части мероприятия по легализации деятельности, в части мероприятия по обеспечению поступлений платежей, с приглашением на комиссию тех должников, ну, они функционировали. Вот, здесь, вот, как бы, вот, импульс к тому, что, вот, работать командно, именно, вот, да, муниципалитет, в первую очередь, заинтересованная сторона, потому что в казну муниципалитета поступают доходы. И налоговая служба заинтересована в том плане, что налоговые службы, это, они администраторы налоговых доходов, это их функция, по ним оценивается эффективность их деятельности. И, кроме них, кроме них, большое количество других органов, которые задействованы, приходится задействовать достижению цели, вот, работа вот команды именно в этом направлении, вот, в межведомственных комиссиях, с каждой со своей стороны максимальная, как говорится, доля ответственности по достижению результата. Я думаю, мы все получили по итогам этого совещания, как бы, вот, направление и импульс, и энергию, вот, совместной работы, вот, и понимание друг друга, и нуждаемость в друг другу, для достижения этой цели. Вот с таким этим мы там разошлись, я думаю, это важно было там. Хадим Казахстан, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вот в этом деле, в деле собираемость налогов, в деле получения дисциплины налоговой у наших горожан, у жителей Дагестана, успехов. А мы напоминаем, что в гостях студии «Подробности» был замглавы города Махачкале, Хаким Ашиков. Мы говорили о прошедшем семинаре совещаний по повышению сборного налогов Республики Дагестан. Это была программа «Подробности». Дагестан, я могу, но хотелось. Всего хорошего, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин